Ребята, всем привет! Сегодня смотрим на бюджетную новинку от компании Alkitel. Модель, которая называется WP20 или WP20, как правильно читается, наверное, WP20. Этот телефон защищенный, но при этом он стоит меньше 10 тысяч рублей. Сейчас его можно купить очень выгодно, всего за 8400 рублей в среднем, да, стоит такой телефон. Он продается в разных цветах. Это черный с зелеными вставками, черный с серыми вставками и черный с оранжевыми вставками. В зависимости от цвета цена не меняется. На все телефоны цена около 8400 рублей. Сейчас действуют скидки 40%, так что цена реально хорошая. Итак, ну что, посмотрим. За 8400 защищенный телефон от воды, от ударов. Многим охотникам, рыбакам, путешественникам этот телефон понравится. WP20. Такая большая коробка с ним идет. Здесь написаны все его основные плюсы, преимущества. И обратите внимание, как сделали они блок с камерами. Что-то мне напоминает. А напоминает мне этот блок? Сейчас вам покажу, что. А вот что он мне напоминает. Мой бывший телефон. Это iPhone 13. Это Alkitel VP20. Согласитесь, похожи блоки с камерами. Ну, конечно, у Alkitel камеры попроще, чем у iPhone. Вспышка, кстати, двойная у Alkitel. Мы видим здесь двухсекционная. И у iPhone то же самое. Микрофон. Ну, прям находится все вот в одном и том же месте. Немножко так похоже. Маленько похоже. Итак, логотип Alkitel. Внизу, вот здесь на крышке, видно вырез под динамик. Есть специальная выемка такая, чтобы сюда вешать ремешок, например, на руку или куда-нибудь на пояс его можно подвесить. Усиленные углы. Корпус прорезинен. То есть, это такая, можно сказать, резина. Дальше, справа кнопка включения, качелька громкости. Внизу разъем для зарядки Type-C. Он закрыт такой надежной, плотной крышкой, заглушкой. И чтобы ее открыть, нужно вот сюда вот ноготь поддеть и попробовать ее подковырнуть. Специально, чтобы туда не заливалась вода, чтобы туда не забивался какой-нибудь песок, пыль, грязь. Вот. Специально такая заглушечка имеется. Также, давайте сейчас покажу, что здесь еще есть. Заглушка под сим-лоток, тоже резиновая. Сейчас мы ее откроем. И сюда можно установить сим-карту, можно установить флешку, флеш-карту. Так. И есть еще дополнительная кнопка. Как я понимаю, это либо кнопка SOS, либо кнопка вызова инструментов. Сейчас мы это узнаем. Итак, сим-лоток. Здесь у нас, пока его достанешь, блин. Так далеко здесь запрятан. Глубоко, далеко. Вот он, сим-лоток. Выковырял я его. Короче, здесь сим-лоток комбинированный. Это либо две сим-карты, либо одну сим-карту и флешку microSD. Хорошо, сим-лоток мы посмотрели. Теперь надо все-таки как-то открыть лоток. Точнее, разъем для зарядки. Давайте сейчас попробуем вот этой вот штучкой его. Опа, поддеть. И вот здесь разъем уже современного формата USB Type-C. Ну, в принципе, все стандартно. Нету, правда. А нет, есть. Смотрите, разъем для наушников. Думал, что его здесь нет. А он здесь тоже есть. И тоже находится вот под таким плотной защитой. Короче, здесь все разъемы прикрыты защитой. Надежно. Выглядит очень надежно. Итак, включаю телефон. Здесь написаны основные преимущества. Это защита по стандарту IP68, IP69K, MIL-STD-810G. Он защищен от погружения в воду, от ударов, от падений. Здесь установлен процессор Mediatek MT67-61. Android, понятное дело. Не знаю, зачем написали. Но, видимо, может быть, кто-то еще не в курсе, что он на Android работает. Может, на iOS думают, что работает. Или на каком-нибудь винде. 5,93 дюйма HD плюс экран. То есть, меньше 6 дюймов. Диагональ по современным меркам маленькая. Но зато у него большие рамки внизу и вверху. И сам корпус, ну, не сказать, что маленький. Он просто такой обычный по габаритам. Ни большой, ни маленький. 20 плюс 5 мегапикселей камеры. 6300 аккумулятор. Телефон не сильно толстый. И аккумулятор у него, как для защищенного телефона, не такой уж и большой. 6300. Бывает больше. Намного. Бывает больше 10 тысяч. Но там такие лопаты. Они тяжелые, они толстые, неудобные. Здесь, в принципе, его довольно удобно держать одной рукой. Он не слишком увесистый. Батарея 6300. Но 6300 это все равно хорошая батарея считается. По памяти здесь всего 32 гига памяти. Но можно расширить с помощью флешки. Зато 4 гига оперативки. Есть разблокировка по лицу Face ID. Итак, снимаю эту пленку. И под ней наверняка будет еще одна защитная пленка, которую можно не убирать. Да, здесь двухслойная пленка. Вот видите. Одну убираю, вторую оставляю, потому что это защитная пленка. Ее как раз убирать не нужно. Она будет защищать ваш экран. В комплекте с телефоном идет кабель USB Type-C черного цвета. И вот такой маленький легенький зарядный блок. Он на 10 ватт. 5 вольт, 2 ампера. То есть это не быстрая зарядка. Заряжаться телефон будет долго. Часика 3, наверное. Потребуется, чтобы полностью его зарядить. Его батарею 6300. Ну, если на ночь поставить, то за ночь он 100% успеет зарядиться. Экран без закруглений. И вот эта рамка корпуса, да, вот эта рамка, она немножко выступает за экран. Поэтому, если будете даже класть телефон экраном вниз, то будет царапаться не экран, а именно вот эта вот рамка. Это хорошо, что здесь сделали. Я бы, конечно, еще на месте производителя наклеил сюда не пленку тонкую, а хорошее такое плотное толстое стекло. Было бы надежнее. Ну, вы это сами можете сделать, в случае чего заказав стекло на этот телефон и наклеив его. Итак, ну что ж, телефон запустился. Нужно сейчас установить русский язык, потому что сейчас он работает на английском языке. Итак, крупный шрифт, значки такие яркие, прикольные. И экран еще с прямыми углами. То есть, вот видите, здесь вот под прямым углом рамка есть вверху, есть внизу. То есть, здесь ни капля, ни это, ни капля, ни дырочка в экране. Здесь просто рамка, просто верхняя рамка, и в ней все находится. Тоже такое олдскульное немного решение, но не смотрится прям сильно устаревший телефон. Особенно благодаря вот этой камере выглядит вообще реально как iPhone. 8300. 8300 стоит. Дешевый телефон. Так, как поменять язык? Нужно зайти в настройки, потом долистать до System. Здесь Language and Input Language и Add Language. Здесь добавляем русский и потом ставим его на первое место. Так, а English можно, в принципе, delete. 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 Нам он пока не нужен. Итак, все. Телефон у меня на русском языке. Сейчас нам остается что сделать? Сейчас нам остается зайти в свой аккаунт Google, скачать приложение. Здесь есть полная русификация. Здесь есть полностью пакет Google приложений. То есть, никаких проблем. Работает телефон на Android. Можно сказать, что это чистый Android, просто немножко с измененными значками. И еще они попытались сделать такую красивую шторку, интересную. Похожа на... На что похоже? Не знаю даже, на что похоже. На MIUI не похоже. Ну, что-то вот какая-то знакомая, знакомый дизайн шторки. На мой взгляд, лучше бы просто оставили какие-нибудь простые значки. Мелкие, круглые, простые значки. Есть автояркость экрана. Есть датчик, значит, освещение. Здесь присутствует фонарик двухсекционный. Мощный, кстати, фонарик. Реально освещает хорошо дорогу. Так, фонарик есть. Все отлично. Режим экономии энергии присутствует здесь. Как и на всех телефонах. Хотел посмотреть, какая версия Android. Давайте зайдем в настройки. Крупный шрифт. Прям вообще, для людей, у которых не очень хорошее зрение, сразу уже здесь установлен такой прям крупный шрифт. Все черно-белое, хорошо читается, контрастное. Так, система. Обновление до Android 12. Неужели Android 12 здесь установлен? Не 11-й? Ого, вот это для меня чудо. Потому что я рассчитывал здесь увидеть 11-й Android. Телефон недорогой, не какой-то там флагманский. Но нет, даже здесь установили уже. Да, действительно, 12-й новый современный Android. Еще есть обновление по воздуху. То есть он будет еще и прошивки получать со временем новые. Итак, по характеристикам. Диагональ экрана здесь почти 6 дюймов. Разрешение HD+. Кстати, для такой маленькой диагонали HD+. Вполне неплохо смотрится. Пиксели в глаза не бросаются. Экран IPS. И, естественно, частота обновления 60 Гц. Углое обзора вполне приятные. Никаких засветов не наблюдается. Экран имеет равномерную подсветку. Сейчас у меня установлена максимальная яркость. И вот уровень минимальной яркости. То есть диапазон довольно широк. Давайте посмотрим, что у нас по мультитачу. Сколько касаний одновременных поддерживает этот телефон. Раз, два. Так, что два касания только? Нет, третье, четвертое. Так, что-то немножко странновато. Раз, два, три, четыре. Так, проблемки. Пять. Да, пять касаний. Пять касаний. Не самый хороший, но и не самый плохой сенсор здесь установлен. Пять касаний. Отлично. Итак, двигаемся дальше. NFC. Как правило, такие телефоны всегда оснащаются NFC. Ну, это прям, знаете, такой пунктик, галочка, которая должна быть в каждом защищенном телефоне. У этого телефона NFC, к сожалению, нет. Видимо, на этом сэкономили. Не знаю, не поставили этот модуль сюда. И поэтому бесконтактная плата здесь закрыта. По процессору. Что здесь установлен за камень? Что за CPU? Здесь стоит Mediatek Helio A22. Довольно редкий уже на нынешний момент процессор. Я помню, он ставился еще, по-моему, в телефоне, который назывался Xiaomi Redmi 6A. То есть такой был старенький телефончик. Телефон, процессор этот не новый, не новый, но бюджетный, дешевый. И, в принципе, сейчас еще выполняет какой-то вот такой минимальный набор функций. То есть приложение открыть, какие-нибудь там WhatsApp и Telegram, может быть, интернет посерфить в браузере. Этого процессора хватит. Он состоит из четырех ядер. То есть это четырех ядерник, не восьмиядерник. 12 нанометров. И все четыре ядра это Cortex-A53. С частотой 2 ГГц, либо 2000 МГц. Так, также здесь по характеристикам у нас видеоядро. О, что-то не открывается у нас AIDA64. Вылетело и не хочет открываться. Ну-ка, может, с пятого раза откроется. Во, наконец-то. Также у нас здесь установлено видеоядро от компании PowerVR GE8300. Видеоускоритель. И 4 ГГц оперативки. 32 ГГц внутренней памяти. Троттлит ли этот телефон? Давайте тоже проверим. 15 минут троттлинг-теста. Запускаю. Этот телефон, конечно, не назовешь каким-то игровым или каким-то там топовым за свои деньги по производительности. Нет. Здесь производительность установили вот, что попроще. Попроще, подешевле. Процессор такой не слишком там мощный. Но при этом многие люди, многим людям и не нужны какие-то прям супермощные процессоры. Но все-таки 4 ядра уже, да, уже в 2022 году, как бы немножко так выглядит архаично немного. 15 минут прошло. И, как вы видите, троттлинга нет, но только в начале. В самом начале какой-то небольшой такой был плохой старт. Но потом все пошло в норму. Где-то после двух минут график на максимальных уровнях находился. За что отвечает вот эта вот боковая кнопка слева? Эта кнопка, ее можно запрограммировать на какое-нибудь приложение. Например, открыть настройки, да? Окей. А если мы нажимаем и держим долго, мы можем открыть другое приложение. Например, приложение часы. То есть любое приложение, которое стоит на вашем телефоне, вы его можете назначить на эту кнопку. Это очень удобно. Смотрите, например, вы часто пользуетесь настройками. Вы нажимаете один раз на эту кнопку, и у вас заходит телефон в настройки. Долгое нажатие. Я зажал ее и держу. Он у меня заходит в часы. Это я настроил. Это удобно, это круто. И как бы я считаю, что многим производителям стоит перенять эту практику, делать такую дополнительную кнопку. Знаете, что я еще заметил? Я заметил, что я не вижу здесь сканера. Как-то мимо глаз я это упустил, когда его распаковывал. Но сканера здесь походу нет вообще. Сканера отпечатка пальцев. Давайте зайдем в настройки. Попробуем зайти в безопасность. Так, и здесь, как я вижу... Да, здесь он даже не предлагает мне добавить свой отпечаток, потому что просто некуда. Здесь сканера нет, это просто кнопка включения. Здесь тоже. На задней крышке нет. Ну и, соответственно, в экране тоже нет. В телефоне сканера нет. Зато есть приложение «Сумка инструментов», с помощью которого вы можете открыть компас, «Измерить уровень шума». Также проверить настенный уровень. Еще вот тут какой-то уровень, да, отклонения. Замер высоты произвести. Увеличительное стекло с помощью камеры активировать. Сигнал тревоги даже есть. Отвес. И транспортир. Измерить угол. Кстати, только сейчас заметил такую интересную деталь. Смотрите, вот как выглядит блок камер, да. Но вот эта точка, я думал сперва, что это микрофон, потому что у айфона это микрофон. Здесь же это не микрофон, это просто краской нанесенная вот такая вот точечка, как будто сзади, кажется, вот издалее, как будто это действительно микрофон, на который записывается звук, когда вы пишете видео с камеры. Но нет, здесь нет микрофона. Микрофон, как я понимаю, только установлен вот здесь, да. И вот здесь два микрофона. А, кстати, два микрофона, если это вообще микрофон, если это тоже не какая-то бутафория. Но вот здесь это просто такая вот краской нанесенная имитация типа микрофона, как у айфона. Итак, что у нас по Antutu? Я прогнозирую где-то 1060-1070. Давайте посмотрим. Ух ты, какой ток у нас 85, аж 1000 баллов. Ну еще 15, и будет ровно сотка. В целом даже выглядит и не так уж и плохо. Греется телефон до 35,5 градусов. И батарея всего на 3% разрядилась во время прохождения теста. Что же у нас по поводу игр? Я запустил сейчас PUBG Lite. Специальная версия для таких не самых мощных телефонов. И как вы видите PUBG Lite у меня запустилась, идет, подгружается все на ходу. Но давайте посмотрим все-таки на сам игровой процесс. Вот я приземлился и побежал. Побежал и в принципе ничего мне не мешает бежать, потому что игра не тормозит, не фризит. Ну да, не самый плавный. Вот сейчас небольшие были подтормаживания. Но при желании можно играть, конечно же. Вес телефона больше 200 грамм, почти 300 грамм. Немножко так руки напрягаются его держать. Но все равно это намного проще, чем многие другие телефоны защищенные. Там вес вообще капец под 400, под 500 грамм. Так. Ну поиграть можно, но я думаю вряд ли кто-то будет прям серьезно на этом телефоне играть и рассматривать его как игровой. Во-первых, и железо не то. Во-вторых, и экран довольно маловат. И как бы, ну такие телефоны, как правило, берут не для игр, а именно для их такой вот их неубиваемости, неприхотливости, влагозащищенности и хорошей батареи. Но даже поиграть получится. По поводу камер. Здесь, значит, у нас две камеры. Одна задняя, другая фронтальная. Почему-то никакой информации нет вот про эту вторую дополнительную камеру. Но, как вы видите, она здесь супер маленькая. Наверняка это какая-то камера типа затычка, которую даже никак нельзя применить. Задняя камера у нас на 20 мегапикселей и фронтальная на 5 мегапикселей. Вот такой набор. Хорошо ли фотографируют? Эта камера немножко подлагивает. Знаете, при движении немножко так она картинку не сильно плавно реагирует. Давайте посмотрим, что с фокусировкой. Итак, фокус. Фокус может он поймать или нет? Что-то никак он не хочет фокусироваться. Здесь вообще хоть автофокус-то и присутствует. Но что-то картинка слишком лагает. Вот как-то прям все так... Блин, ну-ка камеру давайте вырубим, попробуем вырубить, заново зайти. Вообще все из оперативки вычищу, а то что-то он тяжеловато ему. Так, я хочу посмотреть, автофокус-то имеется? Нету. А нет, есть. Все-таки есть. Все-таки фокус, ребята, здесь есть, но он очень медленный. Да. Окей, ладно. Делаю фото текста на 20-мегапиксельную камеру. Как будто, знаете, такое чувство, что процессор просто не успевает подгружать картинку. Не хватает мощности. Вот что получается на 20-мегапиксельную камеру. Фото получается слишком темным. Не знаю, почему он так темнит, но вот реально фотка выходит какая-то темноватая. Я бы ее в редакторе сделал посветлее. И делается фотография долго. Окей, фронталка 5-мегапикселей. Ух ты, а фронталка, на удивление, это хороша. Такое чувство, знаете, что здесь фронталка, наоборот, 20, а задняя 5. Фронталка даже лучше. И не лагает, все плавно. И цвета нормальные. Подождите, я не путаю здесь. Слушайте, реально, фронталка здесь такое чувство, что лучше, чем задняя камера. Фронталка прям вообще офигенная для этой цены, для этого телефона. И угол обзора хороший, и цвета хорошие, и детализация тоже нормальная. Посмотрите. Ну-ка, подождите, информацию сейчас посмотрим. Нет, 5 мегапикселей. Но для 5 мегапикселей это прям вообще топовое качество, топовейшее качество просто. А вот задняя камера 20 мегапикселей. Ну, честно говоря, я не верю. Не тянет, не тянет она на 20 мегапикселей. Написано аж 20,2. Может, интерполяция используется. Ну, текст видно, да, текст читаем. Но, в принципе, как-то фронталка мне даже больше понравилась. Ну-ка, еще раз. Сделаем фотографию. Так, вот что получается. Если фото дальний объект. Ну, короче, соответствует цене. Не сказать, что прям ужас-ужас. Ну, норма. В целом норма. По музыке. Здесь один динамик находится сзади. Сейчас максимальная громкость. Послушаем. Качество тоже среднее. Звук, видимо... Почему звук такой не очень? Наверное, из-за того, что там установлена какая-то дополнительная защита от воды, чтобы туда вода не затекала. И звук такой, ну, как будто ему что-то мешает прорываться изнутри. Не самый громкий, не самый качественный. Батарея 6300. Это преимущество телефона. 2-3 дня можно с ним будет проходить. Особенно, если будете пользоваться разными режимами энергосбережения. Здесь, кстати, есть 4G. Телефон хоть и на слабом процессоре, на старом. Но он поддерживает и 3G, и 4G. То есть, вы можете пользоваться довольно быстрым интернетом. Вставляете сим-карту и погнали. 4G будет работать. Все вот эти бенды, которые у нас есть. В нашей стране распространены. Все они здесь поддерживаются, вот эти частоты. Так что, что я могу сказать по Аукетелю? Ну, смотрите. Внешний вид и габариты, они вполне адекватные. То есть, он не самый толстый, не самый тяжелый телефон на рынке. Батарея 6300 неплохая. Цена вообще радует. 8300 за полноценный влагозащищенный телефон. Это очень мало. Это сейчас один из самых дешевых таких телефонов. Меня удивил, честно говоря, Android 12, который здесь предустановлен. Это вообще прям для меня шок. На многих более дорогих моделей, которые там 20 тысяч стоят, не стоит еще Android 12, а стоит Android 11. Здесь уже двенашка. Также, что еще здесь интересного? Все заглушки, все вот эти вот разъемы с заглушками. То есть, вода вообще никуда не зальется. Камеры. Фронталка понравилась. Задняя тормозит. Прям в приложении камеры тормозит. Долго фокусируется, долго делает фото. Прямо, ну, вот нужно иметь терпение. Неторопливая камера. Дальше. Производительность. Старый Helio A22. 80000 в Antutu. 32 гига памяти может быть маловато, но зато есть 4 гига оперативки. И зато есть поддержка флешки. В общем-то, ну, такой вот телефон получился. Как альтернатива можно купить, опять-таки, тот же какой-нибудь самый дешевый телефон от Xiaomi, от Realme. Вот. Но там будет хуже батарея. Там не будет влагозащищенности, конечно же. И там не будет вот такой вот удара прочности. Да, как здесь усиленные углы. Вот такой вот корпус с покрытием, с таким специальным. То есть, этот телефон подойдет для рыбаков, охотников. Каких-нибудь там, я не знаю, кто часто отсутствует дома. Вот такой вот телефончик. Ссылку оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Это был телефон Aukitel VP20. Всем чао.